Итоги работы в 2020 году подвели на заседание комиссии по противодействию незаконного оборота промышленной продукции. В зоне особого внимания товары повышенного спроса. В этом году особому контролю подвергся рынок лекарственных препаратов. Дефицит лекарств всегда ведет к появлению контрафакта в аптеках. Например, в прошлом году Росздравнадзор изъял из обращения около 7 миллионов упаковок таких лекарственных препаратов. Как всегда, в зоне повышенного внимания надзорных органов и продукты. Только за 10 месяцев в республике проверили 258 предприятий пищевой промышленности. В половине из них выявили нарушения. Один из самых действенных механизмов пересечения оборота недоброкачественной продукции – маркировка товаров. Эта система вводится планомерно на различные группы. В перечень готовится включить и бутилированную воду. Проблема незаконного оборота бутилированной воды носит комплексный характер и охватывает все сферы, начиная от добычи до потребителя. 25% бутилированной воды в России контрафактная. Мы предлагаем производителям бутилированной воды и участникам цепочки по маркировке данного вида продукции, не дожидаясь конечных сроков, приступить к работе по обязательной маркировке бутилированной воды. Надо очень, очень нам с вами планомерно двигаться по пути, с одной стороны, защиты прав наших производителей, но с другой стороны, конечно же, максимально продвигать наших производителей на другие рынки. На заседании обсудили итоги реализации комплекса мер в сфере контрафакта алкоголя, строительных материалов, природных ресурсов. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.